Добрый день! С вами Ирина Багнёк, канал Усадьба Багин. Сегодня мы будем работать с нашим бархихитоном, с нашим плохо ветвящимся другом. Он чуть-чуть разветвился. После последней обрезки значит у нас на большой ветви вот две веточки. Из одной точки абсолютно вот так вот параллельно, прямо ровно друг с другом, не очень хорошо. Потом есть ветвь, она была в прошлый раз, она не стала расти. Все-таки зима, зимовал он в прохладе, поэтому многого никто не ожидал. Эта веточка тоже не растет. Вот малюсенькая и вот у нее шанс есть, что она будет расти. Я говорила, что буду смотреть как его сажать, потому что форма у него странная какая-то получилась такая на ножках, как слон. Слон на ножках толстенький. Крутила-вертела и думаю, что я его попробую слегка наклонить. Вот так вот посадить лежа. Сначала это будет выглядеть как-то странно, потому что тут будет расстояние. Ну, в общем, немножко его можно так положить. Во-первых, мы чуть-чуть уйдем от такой странной формы. Во-вторых, если его растить просто ровненьким, высоким, он все-таки очень это сильное растение и надо давать высоту прям повыше. Я хочу его чуть-чуть пониже, чтобы он был. И поэтому мы ему сделаем наклон и потом уже будет как-то выходить ствол из этих ветвей в сторону. Значит, наклонить мы его сюда не можем. Это как-то совсем странно будет. Поэтому будем вот так наклонять. Потом мы его слегка обрежем. Вот. Посадим, посмотрим и может быть... Ну, собственно, обрежем, наверное, вот эту очень сильную частично и вот вторую сильную частично, потому что они сейчас собираются идти в рост. Вот уже прям видно на всех трех. А вот эти вот три небольшие, которые нам были бы нужны, они не хотят туда идти. Им не хватает на это сил. Так что сейчас мы его вынем. Я его вчера тут уже вынимала, чтобы посмотреть, как он оплел корнями, не оплел, чтобы подготовить горшочек. Потом его так аккуратно обратно обратно аккуратно поставила. Вот. Так, что мы с ним будем делать? Вот так. Вот у нас много-много корней выросло. Вот они обросли весь наш керамзит. Так. Посмотрим, какая будет корневая. Ну, корневая-то небольшая, в тот же горшочек его, в принципе, легко можно посадить. Но вот из-за того, что я его хочу слегка положить, посмотрю, может быть, из-за этого ему придется чуть-чуть больше горшочек взять. Я подготовила примерно такой же, немного больше. Так. Специально его долго не поливала перед этим. Он, в принципе, любит просохнуть между поливом. И из-за того, что мы его будем пересаживать, тем более, чтобы было попроще с этим работать. Разбирать проще. Но он пыльт. Поэтому не очень с ним легко в этом плане сейчас. Сейчас мы постараемся по максимуму убрать старый грунт. Именно из-за того, что я его буду укладывать. Если получится, какой-нибудь из корней вот так чуть-чуть в стороны расправить. Вот. Поэтому надо очистить по максимуму. Будем ли обрезать что-либо, не знаю. Так как нам надо, чтобы он начал хорошо ветвиться. Вот. А для этого нужна все-таки и корневая, так, посолиднее. Поэтому, если только минимально какие-то части сократим. Так. Сейчас я вот эти вот попытаюсь выправить. Корни, которые у нас еще тонкие идут внутрь, выправим, чтобы нам, когда мы его вот так уроним, положим, да, чтобы вот эти выровнять вот сюда, то они уходят ровненько. Это не очень хорошо, если мы их вот так сделаем. Посадим его в таком положении. Они потом окрепнут. И это уже будет иметь хоть какую-то форму. Будет понятно, почему, собственно, его так положили. Вот. А то сейчас это как бы нелогично. Все корни уходят вниз. Мы его роняем. Все корни уходят вбок при этом. И выглядит это странно. Поэтому расправляем. Вот тут у нас немножечко. Вот они, вот они сильные. Путаются между собой. Поэтому мы вот эти запутавшиеся. Так. Вот. Вот он, вот он. Вот он очень сильный. Значит, смотрите, его бы очень хорошо вот тут срезать. Да? Вот. Но это один из вот этих сильных корней. И тут выше ничего у него нет. Если мы тут срежем, боюсь, что он может взять и отсушить тут часть. Поэтому вот у него тут что-то есть. Мы его срезаем вот так. Так. Ай. Смотрим, сколько у нас корневой тоненькой ушло. Так. Потом что еще? Сейчас, секунду. Вот здесь еще толстенький корень. Вот этот тоже. Вот так. Вот так вот это убираем, чтобы он не рос туда. Вот эти тоненькие маленькие будут расти. И здесь у него малепусенькие. Так. Эти все тонкие выправляем по возможности, пока ничего не обрезаем. Так. Вот этот, что путается. Вот он, вот он длинный. И вот он здесь путается. И он идет как бы из середины всех. Всех корней. Там вот внутри какая-то ракета на ножках. Так. Вот этот хвост у него. Сейчас, секунду. Вот этот хвостик у него срежу. Чтоб он был не такой сильный. Длинный. Мелких там мало. Так что не страшно. А вот эту всю мелочь оставим. Ничего не обламывается. Значит, все они нормальные, живые. Так. Ну вот такой длинный, пустой. Тоже вот хотя бы сюда. Вот так. Не тот инструмент взяла для корней. Он не очень подходит. Так. Так. Ну вот. Все. Все. Теперь будем сажать. Пусть он тут побудет. Мусор какой-то. Это ставим на пол. Берем грунт. Грунт я взяла часть для декоративно-лиственных комнатных растений. Часть кокос напополам. И потом циолит. Вот. Довольно крупный циолит. Он поможет в ветвлении корней и рыхлом грунте. Так. Сейчас мы его примерим. Получится ли его положить в этом горшочке. Ну. Так. Главное теперь не ошибиться. Ну как бы получится. Но честно говоря, хотелось бы эти корни уже вот так чуть в сторону. Сейчас посмотрим. Вот. Вот этот возьмем. Все. Он немножко больше. Буквально немного. Вот. Так как переливать я не планирую. Керамзит я насыпала. Так. Главное теперь, чтобы бронта хватило. Засыпаем бронт. Сейчас насыплю где-то половинку. Так. Вот. И вот мы теперь будем видеть, что у нас с корнями. Значит, вот эти я хотела в середину сюда так выпустить. Мы их будем вытаскивать. А эти просто пока вот так раскладываем. Впоследствии, скорее всего, посажу его в какую-нибудь плошку, чтобы у нас эти корни, вот они вот так разрастутся. Вот это сейчас попробуем вот так уложить в стороны. И это будет, когда они станут пошире, потолще эти корни, это будет иметь какой-то смысл. Вот поэтому плошечка будет лучше с той стороны, что она шире всегда. Любая плошка, она пошире. Поэтому так присыпаем ту часть. Ну и в принципе будет лучше видны корни. Их основание, их основание, это тоже, тоже хорошо. Так. Расправляем вот эти. Под них туда кладем грунт. Вот грунта мне не хватит. Похоже. Ну или так, впритык. Так. Немножечко сюда, сюда, сюда между этими корнями. Не так легко, так как они привыкли в ту сторону расти, их не так легко направить. Можно какой-нибудь камушек туда положить, и они подвинутся. Но они еще маленькие, тонкие такие, поэтому впоследствии еще раз это сделаю. Так. Грунта не хватило. Расправляем немножечко тот, что есть. И берем грунт. Я готовила на следующее видео, на гибискус. Вот, смотрите, здесь органика та же самая. То есть тоже для декоративно-лиственных цветущих, кокос. Но тут циолит у меня, можно сказать, кончился. Вот так, крапления остались немножко. Я положила, добавила много лавы, пемзы. Поэтому для этого он тоже подойдет. Ну, в общем, вот так. Сейчас мы его... Будет у него смешанный грунт. Так. То все-таки оставить его, не доделав, не хочется. Так. Вот. Теперь у нас и корни наши хотя бы как-то, но выкладываются. По крайней мере, два. Там был еще третий, сейчас третий. Добойми, понимаю, что вам ничего не видно. Но, поверьте, на слово, значит, мы их приподняли. Туда засыпаем грунт. И потом я их уложу. Как бы сверху, но потом еще немножечко их край присыплю. Ну, в общем, как-то так. Так. Вот так в сторону еще. Не знаю, насколько это видно. Попробую так наклонить. Ну, в общем, как-то вот так. Так. Присыпаем их аккуратно. Вот. Их можно почти в сети присыпать. Жир какой-то. Вот. Ювелирная работа. Значит, там, где эти три корня разложила, не буду палочкой ничего делать. Когда полью, там пройдет вода. И грунт все-таки там устаканится. А вот здесь аккуратненько, немножечко. Так. И тут еще вот этот я хотела тоже так, по-моему, в длину вытянуть. Вот. Немножечко его, насколько это возможно, тоже попытаемся придать ему какую-то широкую еще часть. Ну, что вот это вот просто, просто вот так на четырех ногах или пяти он топорщился, как табуретка. Не очень хорошо. Вот. Сейчас вот эти все корни слегка заглублены. Вот. Посмотрите все, что мы видим. Но после первого же полива еще грунта сядет. Вот. И поэтому они все оголятся. Немножечко я у них краешки, вот краешки чуть-чуть подзасыплю. Вот так вот еще расправим, засыпем. И остальное оставим. Все. Так. Вот примерно так он будет у нас сделан. Так. Так. И теперь... И теперь к его обрезке. Значит, вот мы его как бы уронили. У нас есть вот сильная ветвь, которая хочет сейчас расти. Вот. Мы ее обрежем вот после этого листика. Я не буду их сейчас изгибать ничего проволокой, ничего. Во-первых, я хочу посмотреть, как еще и что проснется. И это может быть сейчас просто лишняя работа сделана. А во-вторых, может быть и так обойдется. То есть, в принципе, эту ветвь можно было бы наклонить проволокой, увести в горизонт и начать ветвить. Но в любом случае она будет очень сильная. А это не очень нужно. Поэтому я у нее оставлю... Ага. Даже не один листик. Вот, смотрите. Вот у нее листики, хотя после него срезать. А вот здесь есть веточка. Сейчас пока что я после нее срежу. Вот. То есть, переводим на более тоненькую веточку. Листья у него такие сейчас какие-то странные. Но после зимовки в теплице, где он, по сути, спал в прохладе, может выглядеть как угодно. Тут кто-то погрыз где-то, еще что-то. Значит, эту ветвь мы будем стараться уводить в сторону. Вот эта веточка тоже очень нужна нам в сторону. Хотя вот из-за нее... Ладно. Так как мы пересаживали, то постараемся сохранить побольше листовой массы. Поэтому оставляю эту веточку. Вот этот большой лист. И вот эту веточку. Если бы не пересаживали, то можно было бы обрезать вот так. Оставив вот то, что есть от листа. Чтоб этот побег маленький, самый нижний, пошел в рост. Но пока сохраняем, значит. Вот этот оставляем без изменений. Тут такой желтоватый лист. Так. Здесь вот этот побег тоже оставляем без изменений. И вот этот наш самый верхний, который разветвился. Вот вы его видите. Очень близко он их разветвил. Или один надо убирать, или второй. Но так как нам надо что-либо пробудить ниже, я их уберу оба. Вот так. Он, скорее всего, даст почку вот здесь. Что логично. Сильный побег еще и на самом верху. Возможно, даст почку здесь. Или вот этот пойдет в рост. Но вот тут она как бы малюсенькая, там почечка уже видна. Поэтому шанс тоже есть. Вот. И будем пытаться что-то из него сделать. Сформировать. Не очень-очень высокое. Потому что вырастить его очень высоким как бы легко. И чтоб он еще разветвился. Он ветвится все-таки повыше. Он ветвится. Я добилась от него. То есть он вот постарше стал. У меня есть еще несколько. То есть как бы это все-таки можно сделать. Можно это добиться. Если есть хорошие условия. Если бы есть влажность воздуха повыше. Можно дать. Света много. Можно добиться. Но процесс это не быстрый. И поэтому... Поэтому... И все равно на высоте он это пытается делать. Увидела здесь еще один корень. Который тоже можно вот так вот вширь расправить. Ну то есть в принципе мне моя задумка уже начинает нравиться. Когда я это увидела. Как получается. То есть мы эти корни. Которые шли вот так вот ровно вниз. Вот мы их постепенно так расправляем в стороны. Они сейчас все пойдут в рост. Вот пойдет сюда в сторону. Сюда. Там те три пойдут. Они будут сейчас закопаны. И быстрее пойдут в рост. Так. Вот тут вот еще с этой стороны. Сейчас. Секунду. Если получится, его тоже подвытянуть и повернуть в сторону. Так. Во. Сейчас еще. Сейчас я туда грунт подсыплю. И вам тоже это покажу. То есть он будет более гармонично выглядеть. Вот. Потому что так он как-то очень вот здесь вот тоже. Вот он пошел. У него еще вот малюсенький корень. Сейчас немножко этот малюсенький присыплю. Чтобы он не высох. Так. Поливать надо будет. Когда вот так вот как-то мы с корнями. Что их не надо потом сдвигать. Что-то делаем. То поливайте опрыскивателем. Аккуратно берем опрыскивателем. Ручной и аккуратненько опрыскиваем. Просто несколько. Прямо раз. Чтобы он хорошо попил. Полить этим самым. Тогда у нас не размоется. Потому что любой лейкой. Даже очень тонкой. Когда вот так корни прям надо зафиксировать. А их не так легко. Потому что они пытаются собраться обратно в кучу. То любой лейкой мы грунт сейчас размоем. И корни быстро вернутся обратно. Они все-таки очень плотные и сильные. Так. Вот. Вот как-то так будет. Ну вот уже в принципе улитка какая-то. Выглядит хоть как-то так лежащий. Потому что стоящий на тонких ножках. Мне он совсем не был симпатичен. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи. 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 Продолжение следует...